В Сочи шаффлборд начал развиваться с 2012 года. Тогда в городе был образован физкультурный центр для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для них каждый год проводятся турниры, в этом году на кубок главы города. Здесь присутствует команда нашего центра. И приехали много гостей из Абширонской, из Туапсе, из Армавира, из Республики Абхазия. Развивает координацию игра, как шахматы. Нужно попасть в этот дом, выбить наименьшее количество очков, чтобы стать победителем. На одной дорожке инвалиды по зрению, но другой спортсмены с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Именно для слабоведящих шайба желтого цвета. Такой оттенок хорошо заметен. Сочинская спортивная федерация инвалидов. 10 лет у организации много планов на будущее. Занимается у нас более 250 человек. Из них мы активно включились в программу активного долголетия. Наши сочинские пенсионеры. Их более 150 человек. Инвалиды у нас активно развивают и шафельборд, и такие новые направления, как парадайвинг и парасерфинг. Это новые направления. Так как мы у моря, мы будем представлять Сочи на международных мероприятиях одновременно. Шафельборд стал популярной спортивной игрой не только у взрослых. Занятием сейчас активно привлекают и детей с аутизмом из школы-интерната номер 2. Елена Овсецына, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.